Всем привет! С вами мистер Акевич и сегодня у нас очень непривычная и необычная распаковка. На самом деле, когда я подготавливаю материал для распаковки, я все-таки покидываю, что этот предмет, который будет в обзоре, он будет чем-то ценным. И действительно, казалось бы, всякая электроника или какая-то любая материальная вещь длительного использования, она может казаться ценным. Но у нас иногда бывает так, что ценным бывают довольно нетривиальные вещи. Сегодня в качестве ценного предмета будет подарочный набор. И непривычно то, что этот подарочный набор представляет собой набор от мясокомбината. Так уж случилось, что недавно я на одной из радиостанций выиграл конкурс и решил все-таки этот набор распаковать. И там много чего интересного. Честно говоря, как вы видите, я его до сих пор не показал, потому что он тяжеловат. Сейчас я его подниму и вуаля! Как вы поняли, у нас сегодня будет рассказ о наборе от Салтовского мясокомбината. Как видите, он даже полностью в камеру не помещается, но уже извините. Вот, сейчас мы достанем, посмотрим, что там есть внутри и ознакомимся, собственно, что у нас тут. Давайте мы его откроем. Ух ты! Позырей! Что-то даже в пергаменте. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так. Еще вот здесь. Лык. Сиски. Так. Классика. Классика. И так. Ну, смотрите. Если так объективно посмотреть, то попадает у нас довольно нехилый набор. И если уже говорить академическим вопросом, то подарок получается нехилый. Что у нас здесь есть? Ну, начнем с самого простого. Это молочные сосиски в формате мини. Я, честно говоря, у них в магазинах таких еще пока не видел. Ну, вот, собственно, вот они есть. То есть, простенькие. Обычные сосиски. Дальше. Дальше. Дальше берем... Колбаса вареная копченая. Московская. ДСТУ. То есть, все соответствует стандартам. Все запаковано. Ну, честно говоря, московскую колбасу, я в представлении, она не нуждается. Она довольно распространена, но довольно вкусная. Дальше. Из известных. Вот такой вот завиток краковской колбасы. Ну, поездка в поезде или на дальнее расстояние без краковской колбасы. Это ничто. Это чтобы всю эту атмосферу понять невозможно. Дальше. Что у нас еще есть? У нас есть брауншвейгская колбаса. Сырокопченая. Такая вот запаянная, довольно-таки твердая. Что у нас дальше? Суджук. Это колбаса сыровяленая. Дальше. Колбаска Милана. Она такая вот белая, специальная. Сколько я так понял, то ли плесень, то ли вот... Но это довольно вкусная штука. Я раньше пробовал что-то подобное. Дальше. Колбаса сырокопченая. Гранд филе. Так. И... Балачок Дарницкий. Такой вот мягенький, хорошенький. Сырокопченый. И довольно-таки увесистый. Вот. Это все, по-моему, весило больше двух килограмм. Вот. А вот что вот здесь вот... У нас здесь есть... Бастурма. Сейчас мы с ней познакомимся. Я хочу ее аккуратненько открыть. Чтобы мы ее с вами увидели. Так. Аккуратненько снимаем. И смотрим, что у нас слышно. Да, кто вас предупреждал, что шлюнки у вас могут быть не потекут. Вот она какая красота. Ай, какая красота. Какая вкуснятина. А запах тут такой... Вот сейчас, когда я снимаю, очень хороший запах появился. Такой вот пряный. Вот. Ох. Хороший. Так. И... На этом вроде бы все. Но, честно говоря, я могу сказать насчет таких вещей. Вот таких вот подарков. Одну очень важную, занимательную вещь. Что... Главное, чтобы был подарок с душой. И я этим подарком полностью доволен. Большое спасибо Салтарскому мясокомбинату за такой приятный подарок. У меня, честно говоря, он попался очень кстати. У меня... У отца, кстати, тоже пищевика. В ближайшее время день рождения. И теперь просто мы знаем, что украсит наш стол. На этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо. Всем пока.